Когда начали отдирать штукатурку, дыры появились в 30 сантиметров прямо насквозь. Так полным ходом кипит работа над обновлением здания средней школы в селе Плешково Зонального района. Сейчас в ней числится порядка 200 учеников и работает 17 педагогов. В этом году наша школа вошла в программу федеральную модернизации образования. И до сентября месяца у нас будет проведен полный капитальный ремонт школы. То есть полностью не только капитальный ремонт будет проведен, но и обновится все оборудование, которое мы в дальнейшем можем эффективно использовать и давать детям современные знания на современными средствами образования и обучения. Капитальный ремонт школы разделили на два этапа. Первый этап – крыша. Ее отремонтировали еще в 2020 году. А образовательный процесс перенесли в три здания, оборудовав площадки для обучения школьников. Мы занимались там 4 года. Это здание детского сада села Плешково, это здание ООО «Приозерное» – это базовое хозяйство села, и здание администрации сельского совета. В этом году начали основной этап ремонта. На объекте уже заменили окна, выполнили работы по цементно-песчаной стяжке пола. На сегодняшний день осуществляется монтаж арматурных каркасов и бетонирование стен второго этажа. Подрядчик также приступил к прокладке электропроводки, водопровода и канализации. Отметим, старое здание школы было построено больше 30 лет назад. Школа строилась не так давно, но строилась хосспособом, и, конечно, тогда вот проектанты, которые проектировали в целом и материалы, и само исполнение школы, но желают оставлять лучшего. «Есть очень много вопросов, которые мы в дальнейшем будем обсуждать, связанные с изменением проекта, с усилением неких несущих, в том числе, конструкций. Конечно, будет изменена и финансовая стоимость, но я просто уверен, что это необходимо сделать. Коль уж начали, и, в принципе, уже практически большой, за половину объема работ сделали, поэтому мы обязаны, конечно, школу сдать первому сентября». Стоимость ремонта школы, которая сформировалась по итогам конкурса – 70 миллионов рублей. Однако в связи с выявленными дополнительными работами и, соответственно, изменением проекта, стоимость увеличится. Она будет варьироваться в пределах от 25 до 30 миллионов рублей. Юлия Щепина. День с толком.